Всем привет! Сегодня я буду готовить ячневую кашу. Ячневую кашу, а здесь значит всего-всего-всего много. Ячневую кашу я буду готовить в мультиварке. Если кто не знает, то ячневая каша, крупа, это самый наш диабетический продукт. Вот, эта крупа сделана из ячменя, то есть что перловка, что ячневая крупа, это все ячмень. Только перловка это отшлифованная крупа, а ячневая дробленая, дробленый ячмень и ячневая очень-очень полезная, очень полезная. В крупе значит 35 гликемический индекс, а в каше 50, то есть это полностью наш продукт. А в 100 граммах ячневой каши всего 76 килокалорий. Без мультиварки готовить ее сложновато, но я все равно ее делала не так часто, но делала сейчас. Мы зачастили ее и думаю, дай-ка я вам тоже покажу мультиварка. Это такая вещь! Так она хорошо нам варит все каши и все крупы, это несравненно, это я не знаю, как это так меня занесло в Анапу, и как это мне все подсказали, что надо купить эту мультиварку. Молодцы, ребятки! Эту кашку я сделаю сегодня на гарнир. Чаще всего мы едим ее без всего на завтрак, и ну и сейчас часто стали делать как гарнир. Она нам очень хорошо идет, очень хорошо. Но все диабетики любят углеводы, и так же все люди любят углеводы. Как мы без углеводов? Сделаю я маленькие тевтельки или фрикадельки, как их просто назвать. Здесь свиной фарш с луком перемешаю, посолю, поперчу, больше ничего здесь не будет. Вот. И значит, я это все сделаю, то есть потушу, добавлю помидоры, это свои замороженные у меня, помидоры туда добавлю. И сегодня увидела я стручки от чеснока. Это еще с лета они у меня были здесь положены, часть съела, а часть заморозила. И вот в мультиварку положу просто эти стручки, помидоры, лук, лук отдельно положу, будет лук и в тевтелях, и так отдельно просто еще положу. И все это у меня потушится в течение часа. Все, ребята, идем к мультиварке. Я чневую крупу, я стараюсь покупать крупного помола. Мою я ее в нескольких водах, потому что это просто дробленые ичмени, и там мусора, конечно, попадается очень много, очень много. Я в нескольких водах. Немножко. Я не взвешиваю никогда, вот уже дно. Я не взвешиваю никогда, я теперь уже приноровилась. Просто засыпаю крупу, чуток солю и заливаю все водой, чтобы вода только покрыла нашу крупу. Вот миллиметров на пять, наверное, над крупой. Все, закрываем мультиварку, ставим на режим крупа, 35 минут, и все будет готово. Наша кашка сварилась, отключилась. Так, и вот, и вот такая кашка у нас получилась. Прелесть, рассыпчатая, вкусная. Все, сейчас мы сделаем тевтельки к ней. Теперь сделаем закладку на тевтели. Вниз помидоры, помидорчики, лучок. Ребят, все это можно сделать в сковороде, в сотейнике. Стойте, тушите. Я это всегда делала в сковороде. Просто сейчас у меня мультиварка, и я все отказалась вообще от плиты, от сковороды, от всякого стояния у плиты. Сюда насыпем эти стрелочки. Можно здесь фасоль очень хорошо применить, стручковую. Можно капуску какую-то, брокколи, например, или цветную. Вот так, много не буду. Специи, какие хотите, любимые. Сверху укладываем тевтели. Все надо утолкать. Но они сейчас все уменьшатся в размерах. Так. И заливаем водичкой. И еще чуть-чуть. Вот так примерно. Вся вода так и останется. И ставлю я на режим тушения на 1 час. На сковороде у вас получится и за 15 минут. И я просто не хочу подходить, я не хочу ничего делать. Пусть оно томится потихонечку. Мне нравится этот вкус. Мне нравится, что не надо стоять. И без разницы, сколько это будет вариться. Все готовы наши тесь в келье. Отключились они. Водички, видите, сколько было, столько и осталось. Можно даже меньше наливать. Все слиплись. Как вкусно пахнет эти вот чесночные стрелки с чесноком. Так вкусно пахнет. Ну все, давайте попробуем. Попробуем вместе с кашкой. Я пробовать буду ходить, наверное, в комнату в эту. Потому что там мне неудобно. Сбоку как-то освещает окно. И ничего не видно. И не интересно. Буду обедать, ой, показывать вам пробу. Буду пробу снимать за большим столом. Ммм, у меня уже люди гигот. Ребята, это очень вкусно. Это настолько вкусно. Я сейчас Регизу говорила. Вот если вкусовые ощущения, Ну, то есть, если человеку вкусно и это полезно, это такая бомба. Это вообще, это можно есть, есть и есть. Кстати, здесь я вот крупы, кашки положила 120 грамм. Посмотрите, смотрите, как много. В 100 граммах 76 килокалорий. Хе не посмотрела. Я напишу обязательно. Ну, а в тефтеле тут мясо с луком практически не считаю. Здесь и хе. Здесь только килокалорий. Учесть. Я взвесила, кстати, 2 штучки сколько. Я все напишу. Сколько вот это блюдо весит. И сколько здесь килокалорий. И хе. В тарелке. Многие говорят, ну, спрашивают. А вот в тарелке сколько у вас было положено? Вот столько положено. Я напишу, сколько здесь килокалорий. Здесь очень немного. И хе тоже здесь совсем немного. Так что кушайте и наслаждайтесь. Здесь ячневая крупа. Я, собственно, видео-то стала снимать из-за ячневой крупы. Все-таки ячневая крупа, она занимает первое лидирующее место среди полезности и пользы для диабетика. И вообще, кто, у кого диета какая-либо. У нее очень низкий гликемический индекс. И после нее только идет уже перловка, гречка, там пшеничная. В пшеничной тоже она калорийна. Но там полбы, кускус, вот эти вот все, они тоже очень полезные. Так что ешьте, наслаждайтесь, выздоравливайте. Не переживайте, не психуйте, не нервничайте. И все у вас будет прекрасно. И все у вас будет хорошо. Мы эти крупы, вот пшеничная ячневая, готовили редко. Правда, редко. И не из-за того, что мы ее не хотим. Мы ее хотим, но ее так неудобно готовить. Она прикипает, прижаривается. Постоянно стоишь, мешаешь, мешаешь ее, чтобы она правильно и хорошо приготовилась. А здесь мультиварки, это прелесть. Насыпал, водой залил и красота. Чуть побольше воды залил, она будет как каша. Чуть поменьше она будет рассыпчатая. Как вам надо, так она и сварится. И с молоком на молоке можно. И на воде, вот на гарнир, на воде, если на завтрак можно на молоке добавить молока, все будет прекрасно. Я вообще перестала пользоваться плитой. Яйца, правда, жарим. Яйца жарим и лучок иногда поджариваем. А так я все-все в мультиварке. Забросила, все и ушла. И не важно, сколько она будет вариться, 15 минут или 2 часа. Само по себе варится, томится. Кстати, чем дольше томится, тем вкуснее получается. На сковороде, на плите, в кастрюле я готовлю быстро всегда. 15-20 минут, все и ушла. Вкус совсем другой. Совсем другой. Действительно, чтобы взять весь вкус из этих продуктов, из разных продуктов, надо, чтобы потомилось. Даже в мультиварке есть слово томление. Вот потомиться, вот я супы сейчас так стала готовить, ставлю на томление. Такой вкусный суп получается. Потому что супы-то у меня готовые. Эти, все заправки. Я сварю мясо и потом ставлю уже на томление. Так вкусно получается. Ладно, опять я заболталась. Но это надо. Хоть все говорят, поменьше болтай, побольше делай. Но я думаю, что я говорю все правильно. Все нужное. Все нам нужное. Все, ребят, спасибо, что в очередной раз меня посмотрели, послушали. И до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова